Девушки отдыхают Девушка закрыта. Каждое утро они будут рассказывать вам о том, что происходит за этими закрытыми дверями, о закулисье утреннего города и о том, сколько невероятных возможностей большой город готов предоставить вам сегодня. Этим утром с вами Леонид Марголин и Алиса Селезнёва. Сегодня в программе. Алиска, доброе утро! Доброе утро! Сколько будет 7,8? Формулу спирта мне назови. Блин, какой спирт? Чему равно ускорение свободного падения? Совсем с ума сошел, что ли? Чего с тобой? Какое ускорение? Ты вообще в школе училась? Ты понимаешь, что это простые какие-то знания, которые должны у тебя на зубок отскакивать? Меня вот, например, родители с самого детства гоняли по этим вопросам. Бывало, ночью разбудят и спрашивают, проверяли, насколько закрепились знания. Ну, давай начнем с того, Леня, что я выросла в нормальной семье. Это во-первых. Во-вторых, я у нас гуманитарий. Мне вот это все знать вообще не обязательно. По этим законам живет наш мир. О-о-о, я, кажется, догадалась, к чему ты ведешь. Мы сегодня, скорее всего, посетим какой-нибудь музей каких-нибудь естественных наук. Нет, музей занимательных наук. Пошли. Как будто есть какая-то разница. Пойдем, 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 я тебе все покажу. Пошли, пошли, пошли. Ты знаешь, Алис, глядя на тебя на этом стуле, я понимаю, что некоторые люди чувствуют тебя на больших стульях такими ничтожными. Леня, я вообще музей себя чувствую такой ничтожной. Я вообще ничего не знаю, оказывается. Ну, подожди, ну, не все же так плохо. Может быть, хоть что-то, ты знаешь? А хотя да. Ты знаешь, ты прав. Один экспонат я точно знаю. Вот, один экспонат ты знаешь. Тогда давай пойдем и посмотрим. Посмотрим на него. Алис, Алис, ты где? Тут. Слезай. Слезай, что покажу. Знаешь, я высоты боюсь. Да ну не страшно, я тебя подстрахую. Давай, иди сюда. Давай, руку. Так, так. Давай, давай. Опа, хорошо, состоялось. Хочешь узнать, есть ли жизнь после смерти? Хочу. Для начала нам нужно тебя убить, а потом ты нам все расскажешь. Ага, хорошо. Вот сюда, да? Да, давай, давай. Стой, подожди. Ага, все, пошли. Управлять торнадо, стать великаном, почувствовать себя музыкантом, измерить температуру носа и даже оставить след в науке – все это и еще куча других вещей можно попробовать сделать в музее «Экспериментанию». Музей «Экспериментанию» представляет из себя два этажа экспозиции. Посвящены они в основном естественным наукам – это физика, биология, химия прежде всего. Более 300 экспонатов музея можно трогать и даже проверять на прочность. Наверное, поэтому здесь с раннего утра до позднего вечера стоит шум, оставляемый юными экспериментаторами. И если есть еще экскурсовод, который поясняет, то это всегда дополнительные сведения. Поэтому дети, а также взрослые, могут своими руками пощупать науку. Алиса, смотри. Ничего себе, это... Вот я себя чувствую сейчас, как на уроках труда. Сейчас нас подведут к какой-нибудь кастрюле, заставят борщ варить. Да нет, ну здесь нет никаких учителей, просто ты можешь здесь дотронуться до чего угодно. Вот попробуй сама, давай. Вот это я тумана допустила. Практика – это самый лучший способ запомнить что-либо. Это ты только что сам придумал, да? Да даже если сам. Я хочу тебе сказать, что в этом музее ты можешь докасаться до любого экспоната. Вот что хочешь потрогать, скажи. Ну, что-нибудь тепленькое, ладно? А то я в этом тумане уже очень заметна. Так, пойдем вот туда. Пошли. Пойдем. Можно заглянуть в волшебную комнату, где люди одинакового роста превращаются из гигантов-лилипутов. Стоит только пройти несколько метров. Эта удивительная иллюзия называется комната Эймса. На самом деле она очень кривая. Но есть одна точка, благодаря краске, с которой она смотрится ровной, квадратной. Но на самом деле-то она кривая. Поэтому люди, находясь в разных частях этой комнаты, ниже или выше, с этой точки кажутся разного размера. По этому же принципу были сделаны декорации «Властелина колец» в эпизоде, где надо было показать малый размер хоббитов по сравнению с Гэндальфом. На оптических иллюзиях, вполне серьезной науке, построен и другой аттракцион. Это магнитная комната. Но на самом деле никаких магнитов здесь нет. Это всего лишь иллюзия, что мы едем вверх горки. Едем на самом деле вниз. Но все-таки большая часть экспонатов посвящена простым законам физики. Это торнадо. В природе это очень страшное, разрушительное явление. Но наш вполне маленький и безобидный. Кроме того, ломается от любого дуновения. Тут можно пощупать торнадо и убедиться, что это всего лишь вихрь воздуха. А видим он, потому что его окрашивает пар, как в музее. Или пыль, как в пустыне. А может и огонь. Бывают страшные явления, когда горит лес, и на него идет торнадо. Получается огненный торнадо. Он несется с огромной скоростью и сжигает все на своем пути. А бывает, что он проходит по болоту и вытягивает с себя лягушек. И потом выпадают дожди из лягушек. Дождь из лягушек, к сожалению, в экспериментаниуме не показывают. Зато могут научить играть на арфе без струн. Струны здесь есть, но они лазерные, и их не видно. Но как только вы перерываете сигнал, начинает звучать нота. Так что можно услышать звук своего эффектного появления. Надоело изображать музыканта? Хотите теперь почувствовать себя силачом? Легко! Вот видите, какой у нас здесь силач. А все благодаря физике. Блоки, на которых крепится этот стул, позволяют поднимать всего лишь одну восьмую часть веса. Есть тут и генератор статического электричества. Многие пробовали натирать о шерсть расческу, а потом проводить по волосам. Но увидеть эффект от гигантского генератора – совсем другое дело. Трическа 220 вольт. Но чтобы пойти с такой на выпускной, нужна очень большая резиновая платформа. Потому что как только вы коснете земли, волосы вернутся в исходное положение. А это магическое действие тоже часто используют в кино. На этот раз в фильмах ужасов. Одно из названий этого устройства – лестница Иакова. Легенда гласит, что именно на таком луче Иаков поднялся на небеса к Богу. Проверять мы не стали. Поверили на слово. Кто-то называет эти действия наукой. Но все-таки больше похоже на чудо. А вообще, Люсь, спасибо тебе огромное, что ты привел меня в такое замечательное место. Ты прям даже знаешь, как ты выросла в своих глазах. Ты не знаешь, как ты выросла в моих глазах. До сегодняшнего дня я и точной науке – это было что-то вообще несовместимое. Ну, знаешь, как обурец и молоко. Как фитнес и еда, например. А ты здесь не права. Смотря какой фитнес и смотря какая еда. Фитнес и еда. Потому что не говори глупости. Как это? Сейчас даже существует такое понятие, как фитнес-завтрак. Ешьте, как мы, ешьте лучше нас. Давай-ка поэкспериментируем. Давай попробуем. Так. Вау! Смотри, как я вырос. Ничего себе. И все благодаря фитнес-завтраку. А дайте мне добавки, пожалуйста. А надо пробовать. Завтрак – идеальное начало успешного дня. Если вы с утра занимаетесь фитнесом, то энергетический завтрак вам тем более необходим. Главное – правильно составить меню. Основные ингредиенты для завтрака – это крупы, это сложные углеводы. Это белок, рыба, мясо, сыр, яйца. И это овощи, фрукты, клетчатка. Все эти ингредиенты легли в основу нашего фитнес-завтрака. Каша из полбы реактивное топливо, спреда и сыра тофу и банановых блинчиков. На приготовление этого сытного и полезного завтрака у нас уйдет не более получаса. Первым делом ставим вариться полбу. На одну порцию достаточно 50 граммов пшеницы, которую мы заливаем двумя стами пятью десятью граммами холодной воды. Вода должна быть холодной. Можно не кипяченой. Она в процессе приготовления будет кипеть. Цельные зерна варятся дольше обычных каш, примерно полчаса. Обязательно должны быть углеводы, потому что это дает нам энергию для успешных тренировок. Обязательно должен быть белок. Пока наша полба варится, займемся приготовлением спреда из тофу и лосося с добавлением зеленого карри. Эта пряность помогает сжигать жиры и худеть до одного килограмма в месяц. Сыр тофу легко усваивается организмом и содержит минимум калорий. Добавляем лимонный сок, источник витамина С, спасающий нас от осенней простуды. Солим и добавляем оливковое масло, примерно полторы чайные ложки. Не стоит перебарщивать солью, ведь следующим ингредиентом будет слабосоленый лосось, тоже легко усвояемый белок. Осталось только украсить зеленью и подать на стол. Спред идеально сочетается с крекерами и фитнес-хлебцами. Тем временем вода из полбы почти выкипела. Заливаем нашу фитнес-кашу обезжиренным молоком. Пока каша пыхтит на медленном огне, приступим к банановым оладьям. Нам понадобится пара бананов, два яичных белка, немножко меда, немного соли, апельсин и ягоды. Разминаем бананы вилкой до состояния каши. Отделяем белки от желтков. Для фитнес-завтрака желтки нам не понадобятся. Смешиваем пюре с белками. Любители сладкого могут добавить ложечку меда. Слегка солим. Чтобы оладьи получились пышнее, взбиваем массу. Обжариваем оладушки на оливковом масле по 30 секунд с каждой стороны. Выкладываем оладьи на салфетку, чтобы избавиться от лишнего жира. Теперь займемся приготовлением фруктового салата. Мы выбрали для салата клубнику. Но можно добавлять любые другие ягоды. Добавим несколько листочков мяты. Нарезаем их соломкой. Теперь можно выкладывать наше блюдо на тарелку. Безусловно, фруктово-ягодный салат – украшение этого полезного блюда. Каша из полбы тоже поспела. Добавляем в нее пару чайных ложек меда. И солим по вкусу. Наша каша готова. Мы сейчас ее выкладываем в тарелку, украшаем ягодами и подаем к столу. Нарезаем их мелко, чтобы хватило ягод на каждую ложку. Такой завтрак можно съесть самому или разделить с другом. Хватит, хватит, ну прекрати, ну это невозможно просто слушать. Ну и хватит, прекрати уже это. Ну, как я прекращу? Это же мечта всего моего детства. А что ты сделал для исполнения этой самой мечты? Ну, ничего. Вот. Тут оно и видно, Лен, ничего ты не сделал. Надо тебе придумать какую-то другую мечту, потому что это точно не твое. Барабанить у тебя не получается. Послушай, послушай. Узнала мелодию? Послушай, а в этом еще была определенная мелодия, что ли? Да, это Мадонна, Лайкерджи. Все, завязывай с этим делом абсолютно однозначно. Тебе, видимо, придется заняться чем-то другим. Попробуй себя в другой профессии. А почему тебе не заняться тем, чем занимается наш сегодняшний звездный гость? Во-первых, он не барабанит, это важно. Да я и одной палочкой могу. Доброе утро у большинства людей не начинается без чашечки крепкого кофе. Не стал исключением и телеведущий Арчи. С утра я никогда не ем, открою вам огромный, наверное, такой большой секрет. Не знаю, может, я кого-то разочарую, приверженников здорового питания. Но вот что самое главное, что в моем холодильнике должно быть всегда, это же, конечно же, кофе и к нему молоко. У Арчи есть свой рецепт правильного кофе. Для этого ему нужен френч-пресс. Вот мой рецепт очень прост. Берете две столовые ложки свежего помолотого кофе, заливаете это все на литр кипяченой, естественно, воды. Друзья мои, вот теперь я могу вам смело сказать, доброе утро. Утреннее кофе-питие – последняя спокойная минута перед рывком. Можно подумать о приятном и даже пофилософствовать. В некоторых домах существует поверие, что кружки должны быть маленькими, которыми угощают гостей для того, чтобы сохранялась правильная температура. И если вам дали вдруг большую кружку, то эти люди хотят, чтобы вы быстро выпили напиток и ушли. Поэтому в моем доме хоть и большие кружки, но я хочу, чтобы вы остались и вместе со мной продолжили удовольствие. Получается в кофе. Теперь осталось только привести себя в порядок. Вопреки модельному прошлому, он пренебрегает прической и вообще не держит в доме расчесок. Зато не безразличен к гардеробу. В 9 не успею, все точно не успею. Все, спасибо. Ну что, последний успех, мне кажется, можно отправиться немножечко разогреться на спорте, а дальше, а дальше маленький сюрприз. Арчи – известный стритрейсер. Обожает спортивные автомобили. Но для деловых поездок выбирает внедорожник. Большим делам – большая машина. Следующий пункт на сегодня – тренажерный зал. Ну что, друзья мои, мы и доехали, поэтому предлагаю в это прекрасное раннее утро немножечко размяться, но так, для того, чтобы настроение было в тонусе. Да и день пошел прекрасно. Доброе утро. Ну что, разомнемся? Конечно, поехали. Поехали. Арчи занимался бы фитнесом регулярно, но на него частенько не хватает времени. Поэтому выход один – за одно занятие наверстать упущенное за неделю. Для укрепления мышц или наращивания мышечной массы Арчи съедает что-нибудь с высоким содержанием белка, чтобы соблюсти правила метаболического окна. На этот раз это гречка с молоком. Поплавать сегодня у меня времени нет, а вот пригласить вас на полноценный завтрак – это да. Гречка с молоком, кофе с молоком, чай с молоком. Я молочная душа. Для бодрости заказывает стакан свежевыжатого сока. А вот куда спешит известный ведущий? На съемки новой передачи? Не угадали. К студентам. Арчи теперь не только успешный телеведущий, но и педагог. Группа состоит в основном из юных девушек. Есть перед кем покрасоваться. Ого, а вот это я. Ну что вы, что вы. У нас три ННН практически. Я прям, я начинаю подозревать что-то. С приятными девушками приятно не только флиртовать, но и делиться секретами телекухни. Если вы хорошо ведете, но при этом вы паскудный человек, то обязательно, я по-другому не могу сказать, обязательно оператор вас снимет криво так. Ну так просто, вот вроде, ну вот примерно вот так. Ну и самый главный урок от Арчи, который пригодится в жизни всем без исключения, особенно с утра. Так вот, друзья мои, встали и улыбайтесь. Алис, мне нравится, что дети могут приходить сюда все вместе и делать что-то коллективное, познавать науку, знаешь, вот так вот дружно. Это приятно. Такая, знаешь, полезная детская площадка, да? Да, как умеют. Интересно, а для взрослых есть такая площадка? Ну, конечно, есть. Правда, это не для игр, а скорее для работы. Есть такое явление, называется каворкинг. Так, прости, кого? Каворкинг, чего непонятного-то? А-а-а! Собираются люди разных профессий, объединены одним офисным помещением, например, и каждый работает над чем-то своим, как большой оркестр. М-м, прикольно. А у этого большого оркестра есть вот такая вот большая арфа? Ну, арфа-банк, слышал? Нет. Наверное, есть. Скорее всего. Тапочки, халат и треники с коленками – больше не формат для столичных фрилансеров, начинающих предпринимателей и бизнесмам. На смену хоум-офисам и кафе с вай-фаем пришли каворкинги – модное рабочее пространство без начальника и дресс-кода. С кем наша дочь? Наша дочь, конечно, с няней. Мы здесь работаем эффективно, здесь тихо, и можно за короткий промежуток времени много всего сделать. Есть возможность работать полдня, полдня проводить с дочкой. Идея рабочего пространства, где каждый ощутит себя хозяином офиса, появилась у программиста Брэда Ньюберга в 2005 году. Возможность сохранить свободу фрилансера и при этом эффективно трудиться в окружении коллег Ньюберг назвал каворкингом или совместно работающие в переводе с английского. Если, допустим, нам нужно давать рекламу в интернете, то нам не нужно идти там куда-то искать этих специалистов. Мы можем пройти буквально там в соседний кабинет или в соседнее рабочее место и найти тех специалистов, которые помогут нам решить свою задачу. Опция аренды одного-двух рабочих мест взамен целого офиса вызвала небывалый ажиотаж во всем мире. А каворкинги Европы поначалу даже не вмещали всех желающих и вели запись будущих арендаторов. Невероятно, но среди них оказались не только бизнес-одиночки, но и крупные фирмы. Рабочие места в каворкингах они стали снимать для ценных сотрудников в удобных им районах. Или как микроофисы для своих представителей в других городах и странах. Наши клиенты же тоже, многие живут на нескольких городах, путешествуют, и нет привязки к конкретному месту. И, безусловно, приезжая в Москву, они хотят свой качественный, полноценный офис, но без привязки. В России лишь пару лет назад оценили все преимущества общественных офисов. Зато уже сегодня только в Москве существует более 20 крупных каворкингов и множество камерных площадок для работы и творчества. На самоокупаемость мы вышли в первый же месяц работы. За два года прошло порядка 12 тысяч человек. Тарифы на аренду рабочего места в каворкингах столицы разнятся от 400 до 700 рублей за день и от 10 до 18 тысяч за месяц работы. В это входит аренда рабочего места, стол, стул, интернет, локер и переговорные комнаты. У нас есть душевые кабинки, где можно принять душ после того, как ты позанимался спортом, что рядом с каворкингом есть спортивные площадки. Обед можно принести разогреть или даже приготовить на местной кухне. Кофемашина и бесплатный кофе – маст-хэв любого каворкинга. Задача – сделать место таким, чтобы мы хотели сами здесь провести 24 часа в сутки. Возможно, в скором будущем модно будет сочетать офисную работу и отпуск. Тем более, что первые каворкинги на берегу моря и в экзотических уголках мира уже открылись. Лёнь, я вот просто убеждена, что сегодняшний поход в этот чудесный музей оставит вот такой вот след моей памяти. Хм, и в моей тоже вот такой. Что же сегодня порядком наследили в экспериментальном музее Леонид Марголин? Алиса Селезнёва? Увидимся в следующий раз! Редактор субтитров А.Семкин